Причина и начало смутного времени Современники, ну и по крайней мере в 18-19 веке ученые-историки, описывая вот эти все события, говорили о смутном, мутном времени. Время не когда все перемешалось, когда борьба между различными группами населения захлестнула всю Россию, подняла со дна условного какую-то муть, муть человеческую, муть духовную, муть культурную. Но страна чуть не распалась на куски и чуть не наступила гибель нашего государства. По-другому историки тоже называли эти события. Советские историки говорили о социально-политической борьбе в начале 17 века, а сегодня многие пользуются термином «гражданская война». Причины смутного времени их много и выделять их можно достаточно несколько штук. Ну, во-первых, это, конечно, династический кризис. После смерти в 1598 году Федора Ивановича, последнего представителя династии Рюриковичей, не было законного представителя и претендента на престол. С веками установившийся порядок вдруг рухнул. Кто будет царем, было неясно, на престол мог претендовать любой. Там окажется Борис Годунов, но бояре, да и многие жители России не воспринимали его как законного царя. Ну и во-вторых, вторым крупнейшим, страшнейшим событием начала 17 века стал голод. Чудовищный голод 1601-1603 годов, голод унесший жизни тысячи тысяч людей, причем не только на окраинах, но и в столице нашего государства, Москве. Также важными причинами являются социальные противоречия, которые были у нас в российском обществе в этот период. Ну, давайте начнем сверху. Во-первых, боярские роды, бояре продолжали борьбу за власть. Каждый из них, из представителей крупного боярского рода, Шуйские, Мстиславские, Голицыны, Романовы, почувствовали, что они тоже, Трубецкие, могут претендовать на власть, на престол. И они начинают борьбу между собой, поддерживая разные силы и опираясь на разные силы. Во-вторых, это противоречие между боярами, знатью и дворянами, то есть противоречие внутри слоя феодала. Многие историки ведут это противоречие еще с середины XVI века, со времен опричнины. В-третьих, закрепощение крестьян, холопов, конец 90-х годов, 97-й год, когда крестьянам запрещено было переходить и в течение пяти лет, пятилетний срок сыска беглых, так называемые урочные лета были введены, тоже, естественно, одна из причин смуты. Холопы теперь не могли выкупиться до смерти своего господина. Недаром в смуте участвовало столько холопов. И столько холопов было в войсках разных сил, претендовавших на власть в русском государстве. Ну и, наконец, на окраинах нашей страны появляется еще один слой населения – это казаки. Это казачество. Казаки сыграют тоже огромную роль в смуте. Они тоже стремились заявить о себе. Наверное, смуты не было бы, если бы не позиция иностранцев. Наши соседи, особенно Польша, особенно Швеция, конечно, были заинтересованы в том, чтобы ослабить российское государство. По возможности, они вмешивались в те события, что происходили в России. И их вмешательство, безусловно, привело к тому, что смута продлится так долго. Ну и, наконец, последнее. Современники, потомки говорили о том, что именно в начале 17 века началось, ну, как они говорили, падение нравов. Еще 20 лет назад было невозможно себе представить, чтобы люди вот так просто вдруг, присягнув одному царю, правителю, переходили на сторону его соперника. Теперь это стало в порядке вещей. Никогда до смуты в России это было невозможно. Смута – это ведь смятение и в умах тоже. Начало смуты датировать достаточно трудно. Некоторые датируют его 1598 годом, когда царем становится Борис Годунов. Многие считают, что 1605 год, как раз смерть весной Бориса и последующая гибель его сына Федора стали первыми событиями смуты. Ну, наверное, стоит начать все-таки с 1603 года. Именно в этом году холопы под предводительством хлопков, хлопка восстали. И хотя их восстание было подавлено, но первый звоночек прозвенел. И в этом же самом году, где-то там, в Речи Посполитой, появляется человек, который называет себя чудом спасшимся царевичем Дмитрием. Его история потрясающая, интересная, загадочная и вызывает споры до сих пор, кто был этот человек. Расследование Бориса Годунова дало то, что это беглый монах, монах-растрига московского чудо-монастыря Григорий Отрепьев. Другие современники-историки говорили о том, что московский монах вряд ли бы решился на такую авантюру. В Москве его хорошо знали, и, возможно, это был кто-то другой. Ну, вы знаете, мне нравится вот такое сравнение, тут как с Шекспиром, да? Очень много фактов, которые говорят за то, что данный человек не был Григорием Отрепьевым. Но если мы берем любую другую фигуру, то доказательств у нас гораздо меньше. Поэтому, ну, давайте считать, что это был Григорий Отрепьев. Историки спорят также и по другому поводу. Что думал о себе сам этот человек? Ну, официально мы называем его самозванцем Лжедмитрием Первым. Когда он зайдет вскоре на престол, он станет Лжедмитрием Первым. Сам он себя, конечно, называл Дмитрием. Действительно ли он понимал, что он самозванец? Действительно ли он был хитрым, наглым, умным очень авантюристом, который решил воспользоваться вот такой непонятной ситуацией в Москве, в России и занять русский престол? Или, или второй вариант, он сам искренне верил в то, что он реальный царевич Дмитрий. Его кто-то, может быть, в этом когда-то, где-то, в детстве, в юности убедил. Может быть, Романовы, чьим холопом он когда-то был. Может быть, кто-то еще. Ведь не зря Годунов, когда узнал о том, что там в Польше царевич Дмитрий появился, пришел в Боярскую думу и сказал, это ваших рук дело. Бояре, потупив глаза, молчали, некоторые искосы из-под лобья глядели на него. А где-то далеко, в ссылке, на севере, в монастыре, Филарет, бывший глава семейства Романовых, Федор Романов, улыбаясь, вернулся к нормальному образу жизни и говорил своей охране, своим монастырским товарищам. Но ничего, скоро все будет по-другому. Вот увидите, как все будет. Он явно оживился, когда узнал, что на Русь идет Дмитрий, ну или лже-Дмитрий. А может быть, хотя в это мало кто верит, но некоторые все-таки доказывают, это и вправду был тот самый царевич Дмитрий. И не погиб он в Угличе, а этот человек был действительно, ему не надо было верить в то, что он Дмитрий, потому что он действительно был Дмитрием. Недаром его потом признает его мама Мария. И хотя, конечно, это могла быть корысть. Его мать сидела, Мария Нагая, бывшая сидела в монастыре. А так он ее пригласил в Кремль. И, конечно, ей было выгоднее сказать, да, ты мой сын, и переехать из монастыря далекого в царские кремлевские хоромы. Но ведь даже потом, когда его убьют, Ишуйский Василий спросит у матери царевича Дмитрия, ну что, это твой сын? Она ведь не ответит, я врала там или что-то такое. Она скажет, теперь он точно не мой, имея в виду, что мертвый этот человек принадлежит Богу. Но она от него не отреклась, понимаете? Кем же он был? Это одна из загадок русской истории, и ответа на нее, скорее всего, нет. Человек, называвший себя Дмитрием, активно вел себя в Польше в 1603 году. Он несколько раз признавался в том, что он на самом деле чудом спасшийся царевич. Один раз в Киево-Печерском монастыре, но там монахи его прогнали. У него был один алгоритм действия, одна такая калька. Он заболевал, и когда уже делал вид, или правду умирал, может быть, думал, что он умирает. Болезненный был достаточно человек, сначала, по крайней мере. И вот перед смертью он признавался в том, что на самом деле у него есть страшная тайна, и он чудом спасшийся царевич Дмитрий. Ему особо никто не верил. В Киево-Печерском монастыре его прогнали. Православный польский магнат, польско-литовский магнат, вишневецкий, его родовые имения на Украине современной, в районе городов Полтава, Лубны, он поверил. Не то, чтобы поверил, но подумал, а вдруг правда. То есть не отверг с порогу эту мысль. Он поговорил с царевичем, царевич знал о всяких там нюансах царской жизни. И он перепоручает царевича своему другу, товарищу, другому феодалу Юрию Мнишику. И вот после знакомства Дмитрия, давайте называть его Дмитрием или Лже-Дмитрием, с Юрием Мнишиком, польским магнатом, начинается возвышение этого человека. Дмитрий представлен ко двору польского короля. Польский король повел себя хитро. Он не оказал ему напрямую поддержку. То есть он понимал, что это значит ссора с Москвой. Но он сказал, я же не знаю, кто ты. Если ты соберешь войска, пожалуйста, собирай. У нас демократия в Польше, я не могу тебе этого запретить. То есть фактически он дал разрешение, он фактически дал возможность Дмитрию собирать войска. И Дмитрий начинает собирать войска. Дмитрий начинает собирать деньги. Он начинает обещать всем подряд, что попало. Юрию Мнишику он обещает земли. Новгород, Псков и доходы от этих городов, когда он окажется у власти. Польским дворянам, которые с ним пойдут, он тоже обещает земли, должности, деньги в далекой Москве. Еще ему удастся собрать казаков под свое начало, под свою руку. Не так много, 3-4 тысячи. Им тоже что нужно? Деньги, власть, слава. Да и просто погулять, поучаствовать в исторических событиях. Казаки пойдут за ним с удовольствием. Казаки тогда еще в Запорожской Сечи. Запорожская Сечь это территория Речи Посполитой. Ну и наконец католики, католическая церковь. Она тоже будет поддерживать Дмитрия. Католической церкви он будет обещать, ну понятно, что ввести на Руси католичество. А протестантам, такие тоже были в Польше, ну протестантизм на Руси было ввести, конечно, наверное, невозможно. И уж до такой степени он заобещаться не мог. Но открыть несколько протестантских церквей, почему нет? Конечно, поддержите меня, и я открою вам много-много новых церквей. Ну и наконец самое простое. Когда в 1603 году он окажется в замке, скажем так, Юрием Нишеком, ну конечно в замке, он увидит его молодую 15-летнюю дочку Марину Мнишек. На ней он пообещает жениться. Соответственно, она должна стать королевой. Симпатичная девушка, умная, хитрая девушка. Впоследствии окажется, что очень умная и очень хитрая, что не есть очень хорошо для русской истории. Но тем не менее, в начале 1604 года войска Дмитрия идут через юго-западные русские земли к Москве. Давайте проследим его путь на карте. Путь самозванца лежал через северские земли, столица, город Новгород-Северский. Именно там в конце 1604 года войска самозванца одерживают свои первые победы. И хотя в начале следующего, 1605 года, его войска дерпят поражение у города Добры-Ничи, первый успех окажется главным. На сторону самозванца переходят русские люди, и он идет к Москве. Вот он его путь, чтобы в конце мая 1605 года подойти к столице нашей родине, городу Москве. Что интересно, после того, как поражений несколько потерпят войска самозванца, поляки, польские дворяне, почти все во главе с Юрием Мнишиком от него уйдут. Но на его сторону переходят жители городов юго-запада Руси, той самой северской земли. И, кстати, одной из причин смуты многие историки называют противостояние окраин и центра. На его сторону переходят многие дворяне, недовольные политикой Годунова. Годунов, кстати, очень вовремя умер. И хотя он последние годы своей жизни болел, и болел достаточно тяжело, говорили и о том, что, возможно, Борис был отравлен. Ну, а когда самозванец Лжедмитрий с большим войском, состоящим из дворян, частично крестьян, холопов, казаков в основном, подходит к Москве, он посылает в Москву парламентеров. Фамилия одного из них Пушкин. Поэтому Александр Сергеевич много лет спустя, 200, почти лет с лишним спустя, поддерживал, ну, не то чтобы поддерживал, но уж, по крайней мере, не поддерживал в этой борьбе Бориса Годунова. Часть его симпатий была на стороне самозванца, которого поддерживал далекий-далекий предок нашего великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Так или иначе, москвичи распахивают ворота, самозванец и его войска входят в город. Федор Годунов, 16-летний сын умершего Бориса, его даже еще не успели венчать на царство, его убивают, убивают его мать, а сестру, красавицу, дочку Бориса Годунова, самозванец Лжедмитрий берет в наложницы. Начинается год, почти год, правления Лжедмитрия I. Что сказать об этом человеке? Он был достаточно хорошо образован, он прекрасно читал, он был достаточно умным человеком и собеседником, он одевался на европейский манер, он, в частности, не носил бороды, что было принято на Руси в то время. Он запросто мог погулять по городу, и это очень нравилось москвичам, он мог зайти в лавку, он мог на улице поздороваться с горожанами, сказать им, здравствуйте, как у вас дела? Конечно, такого от русских царей раньше не привыкли просто видеть горожане. Он пытался всем понравиться, и вот если мы говорим о его политике уже, если отойти от человеческих качеств, а вернуться все-таки к политике, то такую политику мы бы сегодня назвали популизм. То есть всем обещал и всем пытается что-то дать. Казакам, которые пришли с ним, он дает деньги, какие-то должности. Дворяне получают титулы и тоже, конечно, деньги. Поляки, те, кто дошел, хотя их было мало, тоже где-то там при дворе кормятся. Ну и все-таки там еще где-то остается польский король. А вот с польским королем Дмитрий вел себя достаточно, ну, скажем так, самоуверенно и даже заносчиво. Он приказал именовать себя императором. Если вы думаете, что первым императором на русском престоле был Петр I, ну, был, конечно, Петр I, вообще признанно это точно, но именовал себя впервые императором именно вот этот человек. Человек, который в течение года был русским царем. Ну и когда через год Дмитрия свергли, оказалось, что казна пуста. За год он умудрился разграбить, раздать, прогулять все деньги, которые скопил Иван Грозный. Иван Грозный к концу жизни был, в общем, редким скупердяем. Очень экономно вел себя Борис Годунов. Около миллиона золотых рублей насчитывали современники. Ну, вот этот миллион весь куда-то разошелся. Далее. Он подтвердил законодательство о холопах. Он подтвердил законодательство о запрете на переход и о пятилетнем сроке сыска беглых крестьян. Единственное, те, кто ушел в эпоху голода, они могли остаться. Кто был недоволен правлением Лжедмитрия, так это церковь. Видимо, все-таки он был тайным католиком. И православные церкви он не любил, заходил туда редко, обряды в них совершал редко, земель новых церкви не давал, священники с недоверием относились к этому правителю. Говоря, что вторую часть своего правления, уже весной 1606 года, начиная с зимы, он стал очень много пить. Пить, потому что он не видел выхода из создавшейся ситуации. Вроде бы его все признали. Вроде бы он царь Москвы, у него все получилось. Но что делать дальше? Недовольство нарастает. И тогда он решил опереться, как и два года назад, на поляков. Из Польши приезжает Юрий Мнишек, приезжает несколько сот человек в свадебном кортеже. И в конце мая в Москве состоялась грандиозная, несколько дней продолжавшаяся царская свадьба. Царь Дмитрий женился на Марине Мнишек. Уже повзрослевший, похорошевший, наверное, судя по картинкам того времени. Со свадьбой тоже интересно. Вроде бы для москвичей соблюли формальности, по православному обряду обвенчались. А дальше на несколько дней Дмитрий вместе с молодой красивой женой, вместе с отцом ее, вместе с поляками удалился в кремлевские покои и там праздновал уже по образцу католическому, по образцу, если угодно, западноевропейскому, с европейской музыкой, с танцами и так далее. Но сквичи глухо роптали. И не столько на самого Дмитрия, сколько на поляков. Поляки вели себя нагло. Готовится восстание. Восстание возглавит Василий Шуйский. На самом деле, это был уже второй заговор Василия Шуйского. После первого он был приговорен к смертной казни и Дмитрий его простил. Шуйский, человек хитрый, человек опытный, человек, побитый жизнью, понимал, что второго шанса не будет. И еще, наверное, все-таки что-то было действительно в этих людях. Наверное, где-то помутнение в душе, в мозгах произошло. Тебя простили, вроде бы, да? Тебя не казнили за государственную измену. Что нужно сделать? Шуйский готовит второй заговор. В конце мая заговор окажется успешен. Москвичей будет набат. Москвичам кричат, что поляки хотят убить их любимого царя Дмитрия. Москвичи добивают или начинают бить тех поляков, которые еще пьяные, еще сонные, еще не понимающие даже, где они находятся. В чужом городе, тем более, да, не знают, куда бежать. Москвичи бьют поляков. А пока группа бояр-заговорщиков ловит Дмитрия и убивает его. Труб Дмитрия выкидывают на площадь. Именно там будет эта знаменитая сцена, когда его мать, ну или вроде бы мать, названная мать, говорит о том, что он теперь точно немой. И толпа, вернее, специально подученные люди из толпы кричат, это неправильный царь, ну его, Шуйского Василия Ивановича на царство. Таким образом, в 1606 году толпа фактически выкрикивает на царство Василия Ивановича Шуйского. Но кризис ведь на этом не закончится. Шуйский точно такой же боярин, но может быть чуть-чуть более знатный, чем остальные. Угар восстания спал. Труп Дмитрия где-то там лежал. Но москвичи стали шептаться, что возле его трупа происходят какие-то вещи, исцеления, чудеса. И тогда новая власть приняла решение сжечь тело Дмитрия и прахом его выстрелить в сторону Польши, откуда он пришел. Сегодня мы относимся к самозванцу по-другому. Мы знаем, что будет потом. Мы знаем, в какой ужас ввергнут страну события 1605-1600 годов. Тогда казалось, что все может скоро кончиться. Но кризис не закончился. Кризис продолжается, смута продолжается. И о развитии смуты мы будем с вами говорить на следующих уроках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok